Не может в такой стране, где собственная электроэнергия не закупается за границей, быть непредсказуемо с таким ростом. Ну не может быть. Просто, наверное, кто-то что-то неправильно где-то делает. Мы 9 лет, 50-й год, пожалуй, да. Я бы делал, что федеральный, может быть, коррективы несут в следующем образе. Если бюджетным организациям сделать тариф такой же, как и население, то, вы представьте, вот эта часть, которая пойдет в разницу, она должна все равно где-то отразиться. Есть общая цена на электроэнергию, грубо говоря, да. И, соответственно, когда одной категории занижают цену, то у другой категории она автоматически увеличивается все равно. А почему? Да, непонятно. Ну, если кусок хлеба стоит 3 рубля, то девушек все равно вы не продадите за рубль, правильно? Вы половинку продадите или там 2 трети продадите все равно. В общем, цена станет одинаково, но слоя равно. Это субсидия, это субсидия, это субсидия. А потом, обращайтесь, вы понимаете, бюджет он тоже не резиновый. И ходят дети населения и пользуются услугами, данными только населения, ради которого в общей сложности это все создается. Подождите, я веду к тому, что они не получают эти организации прибыль. Они не могут быть, но это первый вопрос. А во второй, вы говорите, будет перекладываться на плечи предпринимателей. Оно перекладывается. В бюджете огромная дырка. Вот у нас на сегодняшний день уже полностью израсхознанной деньги, да, Лик, на оплату электроэнергии. Где взять эти деньги? В бюджете ноль. Значит, как пойдем? Другим путем будем обращаться к предпринимателям, чтобы они оказали какую-то помощь на проведение каких-то других мероприятий. Я думаю, что СМИ, как бы, вот мы вчера разговаривали о том, что тоже поручено проработать вопрос, чтобы максимально вносилось результаты заседаний и решения принятых рабочих руководителей, средствах массовой информации, чтобы что проделано, как бы, и по итогу вот этих наших встреч, какие вопросы действительно пошли дальше на рассмотрение. Вы говорите, что ниже тарифа продавайте там минимального. Вы говорите, что разумном тарифе, а не коммерческом тарифе, есть понятность не коммерческой организации и муниципальных организаций. Но маразм, я говорю, это отчасти не до вашей совести. Вы тоже можете поднять вопрос на своем уровне. Петербургская сбытовая компания, да? Я тоже. У меня еще магазины, вот, значит, большие поля. Каждую субботу-воскресенье перепады напряжения. Сети никудыши. Выбивала за последний выходной день 4 раза. Начиная с 6 часов. Если я сейчас, вот, вот, просто можно было бы, что сделать, пойти замерить напряжение. На каждой фазе там не будет, ну, даже 200 не будет. Понимаете? Вы обращались? Вот я знаю. Зачем Назаренко? Ну, а кому? Вы задаете вопрос представителю Петербургской бытовой компании, гарантирующего поставщиков. Вы обращались письменно? Нет, не обращался. А почему? Ну, потому что подходил к Назаренко, разговаривал, когда будете менять, у нас запланировано, и все, и на этом тишина. И все. Вот я на сегодняшний день просто приеду. Я вам еще раз при всех говорю, когда вы подходите к кому-то, да, и кому-то кто-то что-то сказал. Вы же это по-то, что, кому вы будете объяснять? Если вы пришли к Назаренко, написали вы ему заявление, сказали, Александр Петрович, прими, ты начальник участка, посланца? Он говорит, да. Вот прими, пожалуйста, у меня заявление. Я вам рекомендую сделать следующее. Прийти в Петербургскую бытовую компанию. Заявление. Указать все факты. Мы запросим в степенькую компанию Ленэнерго. С чем это связано? Что будет происходить? И когда будет происходить? У вас будет официальный ответ. Уже доходит до того, что, ну, допустим, хорошо, вы продаете эту электроэнергию, так вы сделаете то, что продаете, почему она бежит, в нормальных условиях, чтобы это было, а не при царе горохе то, что построено, по нормальному цену. Построено, вот это утверждалась институционная программа для этих сетевых организаций, и за счет этой институционной программы, инвестсоставляющей, которая закладывается вот этой в тарифной передаче, вот так и вырос. Вы говорите, что инвестиции, это же вливание денег, а кто вливает деньги? Частные организации. Да, вот на сегодняшний день 7 предприятий, ну, бродят за дистоплива, грубо говоря, не ЛУЭС, ну, там, не искать никому. Изыскивают средства, вкладывают их, строят сети, а потом возвращают за счет... Берут банки деньги. Да, на сегодняшний день ежемесячно. Понимаете, нет, да, я, допустим, да, вот тоже считать умеет, понимаете, не дабилось производство, а что это такое? Было 37 миллиардов, куда делись деньги? Вот сейчас мы их будем поддерживать нашими ценами, я так полагаю, точнее. Верьте, город поддерживает. Если вы слышали, то в городе Санкт-Петербурге там с тарифами, хоть и говорили, что там в области у нас выше стариф, на самом деле просто в городе, вот как раз органы регулирования, да, вот эти батареи, и у них вообще там обстояла дисквалификация, и сейчас все равно, вот они сейчас, я думаю, что уже... Там, правда, средний бизнес, да, выходит у них там на какие-то митинги около Смольного, митингуют и скандалят, и речи там с плакатами. И я думаю, что как бы вот сейчас они должны изменения внести, и наверняка и все остальные пойдут. И там их тариф увеличится не даже на 30%, а на все 60%. Компании, они на 95, по-моему, процентов контролируют сбыт по городу, получается, на 65% контролируют сбыт по области, по Ленинградской, да, и сейчас они еще в Омской области, где-то там были, в Омске, где-то там еще открыли, как бы, свой филиарчик такой. Так вы говорите о ценах. А почему тогда здесь не действует антимонопольное законодательство? Потому что нужно обращаться в Федеральную антимонопольную службу со своими зацелениями. Федеральная антимонопольная служба проводит проверку по заявлением обращениям. До тех пор, пока у вас не будет оснований положения, что... А вот ваш комитет тогда для чего там? Вот правительство и области. Вы почему не работаете на это? Сказать про комитет по развитию малого и среднего бизнеса? И малого и среднего бизнеса, и вот комитет по энергетике. Есть просто определенная компетенция органов исполнительной власти. При всем нашем желании мы не можем выходить за пределы этой компетенции. Единственное, что мы можем это разъяснить законодательство и рекомендовать защищать свои права в том порядке, который установлен закон. Извините, в данном случае у вас тогда в уставах тут все неправильно прописано. Работа позволяет заниматься правоохранительным образом. В гражданском законодательстве существует доминирующее положение. Если мы на сегодняшний день как потребители, мы являемся ниже, чем с бытовой компанией. С бытовой компанией нам вообще должна все, как говорится, на блюдечки выкатывать, все свои условия. А мы с этим должны только соглашаться. А вот вы, как органы власти, должны именно контролировать этот вопрос, чтобы они делали это. Если вы были на сайте Петербургской сбытовой компании, вы, наверное, заходили в раздел «Раскрытие информации». Да, понятно. Вы посмотрели, что у Петербургской сбытовой компании выиграла конкурс по гарантирующим посадочкам в Болгойской области. Да, она выиграла. Потому что больше туда никто не шел. Подробнейше. Сколько куплено, где куплено, по какой стоимости, где. Там вообще все разложено. Вы хотя бы раз заходили туда, смотрели. Чтобы вы говорите о золотой каюмочке. Мы эту золотую каюмочку выкладываем каждый месяц полностью. Ну, давайте я вам теперь отвечу другим способом. На вашем же сайте, там, на самом клуб «Энергосбережение» есть. Сколько бы мы не следовали вашим советам «Энергосбережение», цена на электричество растет постоянно. Что тогда нам делать? То есть, получается, петербургская сбытовая компания вам увеличивает каждый месяц цену. Я так вас понимаю? Нет, ну вот смотрите. Вы, например, 4,72, а сентября 6,04. Петербургская сбытовая компания дается мой вам расчет. А еще раз, вы, кому представить, как вы представляете? Я индивидуальный предприниматель бывших Александра Анатольевича. Ну вот здесь, пожалуйста, по вашим расчетам подписаны ваши рубли. 4,42, 5,93, 5,66, 6,04 за килограмм. Если у нас тарифы защищают водоканал, теплоэнерго, водоканал, для них устанавливается тариф. И там тариф для населения и для коммерческих организаций одинаковый. А что вы говорите? Ну, одинаковые. У нас тариф для населения и для коммерческих организаций разный. И на это выделяются субсидии из бюджета. Вот одинаковые мы получаем ЕНТК и тарифы. Я не знаю, может, у вас стопроцентная оплата, как бы, но у нас просто... Мы устанавливали для прочих тоже, он был как бы четко установленный тариф. С определенного момента, после того, как изменилось наше законодательство, федеральное ЕНТК. Он стал плавающим. Мы типа переходим к рынку, понимаете? Я почему-то с чего начала нашу беседу? О том, что вот как бы мы, это тип, у нас вот рыночные отношения, и вот оптовый рынок, они там покупают эту электроэнергию. Мы согласны. Мы согласны. То нет, у нас времени, коза, в бытовой вкупе. Это одинаковое зарплате и с одинаковой стоимостью. Причем, не тут же не спрашивают предприниматели, вы сейчас несете колоссальные убытки, при этом 50% только из-за того, что у вас нерегулируемая цена на электроэнергию. Владимир Владимирович, это не ваш огород камень. Вы поймите, я уважаю, я всегда отстаиваю везде, говорю, что каждая услуга должна добросовестно оплачиваться. Иначе мы никогда качество не получим. Постоянно полгода, через полгода вы опять закупили. Все, мы знаем, что повышение там скачнуло на 10-15%. Мы это знаем. И мы уже планируем себя, свои затраты, людей потихонечку подготавливаем. А здесь получается, что, я понимаю, мы даже, может, и неправильно, то, что к вам претензии. Просто нам уже некуда идти. У нас употребляют. Конечно, это большая проблема. Прокорительность вам ко мне? Нету претензий. Нет, к сожалению, нет. Но мы посмотрели, ваша надбанка 16%. 16% ваша надбанка идет к основной нерегулируемой цене, да? 16% идет. Ну, у меня вот это услуги по передаче 110%. Они везде разные. Ну, хорошо, варьирует 2-3%. Нет, она зависит от мощности. Ну, все нормально, 0-15-16. Ну, вот это по услуге по передаче, это вообще немыслимое цене. Я просто знаю, что Елена Александровна, там есть мощность, поэтому я ей предлагаю прийти ко мне в гости. Ну, немыслимое. Пообщаться. У меня там столько мощностей, так господи. Так вот и получается. Я вот сегодня помощность, граждан, индивидуальный предприниматель. Я еще помочь себе штануфа стала. 268 киловатт по 7 рублей 14 копеек. А если он 2000 киловатт сейчас на зиму возьмет, 14 тысяч. Он в гараже ремонтирует, значит, вот эти вот машины. Ну, что это такое? Ну, что это такое? Мне тоже вот в магазины подключить к центральному отоплению невозможно, потому что это стало бы в полтора миллиона, чтобы подключить к магазину отопления. У нас идет электрокотел. Так вот зимой с 200 квадратных метров, да, я плачу по 100 с лишним тысяч. Вот поэтому я и говорю, у меня, Сан, зайдите ко мне. По 100 с лишним тысяч. Это на 200 квадратных метров. А сейчас я ищу, а у меня, значит, будет 150 тысяч. Так сколько я тогда должна на ценки делать? Понимаете, то есть кафе небольшое, а вот мне сейчас счета пришли, опять почти 30 тысяч. А вы подходили как бы там? Нет, я не подходила. Я была... А слышите наше телефон? Дело в том, что мы арендуем это размещение, и подходила с этим вопросом, ты, ты, Павлович, Нагель, наверное, подходила, да, потому что нас с электроэнергией планируют. Вот, просто действительно очень, получается, я же не могу, а я не могу людей накормить дорого, потому что люди ищут, ищут, где бы, да, ищут, извините, где бы подешевле покушать. То есть, а получается, за электроэнергией заплатишь очень-очень много. Понимаете, у нас есть разговор, вот сейчас, да, и вот на прошлом семинаре происходит, что все начинают выделять претензии, да, вы оправдываетесь, на вас наседает. А, да нет, вы рассказываете, вы рассказываете, и вы пытаетесь донести до людей свою позицию. Как бы мы пытаемся свою позицию донести. Может быть, действительно, это надо немножко как-то по-другому все-таки решать. Ну, вот то, что вы сейчас делаете, да, потому что, поймите правильно, вот не просто пустые слова, да, а то, что мы перепираемся здесь, по сути дела, я все равно ничего не решила. Цену вы не снизите, и, собственно говоря, и мы-то, конечно, и будем повысить. Действующий тариф, чтобы, кстати, тариф, выплаты как бы поменять, мы уже, конечно же, не поменяем. Политика у нас у государства нашего, у Российской Федерации, в части тарифобразования, потому что новая служба, которая теперь пришли под намочия от ПСТ ФАС, они говорят о том, что они заморозят тариф, они говорят о том, что инфляция минус у них там, возможно, будет. Но, я думаю, пока у нас руководители вернулись в Сочи, и мы надеялись, что они приедут и нам донесут информацию, что же мы будем делать, потому что времени у нас остается всего ноябрь месяц, ну, как бы, в декабре тарифы должны быть уже установлены на следующий год. Вот, но, как бы, пока у нас, нам обещали на следующей неделе. Мы надеемся, что такого роста, конечно же, не будет, во всяком случае, то, что вы говорите по передаче, потому что этот рост, я говорю, он заложился за два года, потому что два года и не поднимался. Это наша, в общем-то, инфляция получается за два года.